И вот обратите внимание, что в русском языке мы при всем желании пока не можем подобрать достойный синоним французского слова патриотизм, да? Латино-французского слова патриотизм. И в русском языке довольно сложно это четко и ко всеобщему удовольствию сформулировать. Любить родину, ну что такое родина? Три березки, да? Но три березки не присылают повестки в военкомат и не берут налоги, да? Левитановские пейзажи тоже не оживают. К сожалению, под понятием родина мы имеем дело порой с омерзительным чудовищем, злобным, бессмысленным, пожирающим своих детей, пожирающим даже и те робкие всходы национальных успехов, которые возникают. Мы имеем страшную историю, мы имеем абсолютно неопределенное и довольно противное, как мне представляется будущее. Поэтому сперва нужно определиться с тем, что такое патриотизм. А вот люди, которые за вами с флагом, обернитесь, скачут. Вот это что? Это тоже патриотизм. Это тоже патриотизм. Понимаешь, сейчас, когда патриотизм стал милой и безопасной забавой, в патриотизм играют все. И с ним происходит примерно то же самое, что с Георгиевской ленточкой. Но на Георгиевской ленточке нет такой напруги, она не является такой мощной идеологией, но это просто некая милая подробность. А патриотизм может быть в такой же степени омерзителем, как и прекрасен. Я смотрю, Москва так замерла, слушая ваши слова. Давайте мы так поступим. Я понимаю, что у нас молодые люди там и развлекаются, но просто многие знают, что открытая студия настоящая, окна настоящие. Давайте мы сделаем рекламную паузу, потому что разговор впереди, я чувствую, сейчас бурный начнется. Чтобы его не прерывать, буквально через несколько минут вернемся. Возвращаемся. Я все-таки попрошу вас, Яков Горилович, давайте вы пояснимите, да?